Вот такая вот свежая, красивая машинка. Чуть-чуть ее обидели, красочку поцарапали, всего хватает, ребра подпечатывались, будем разбирать заднюю правую дверку, кому-то может быть это видео поможет. Почему? Потому что все знать невозможно, а на каждых машинах есть какие-то маленькие мелочи, нюансы, которые лучше посмотреть видео один раз и потом работать без ошибок. Поехали! Вот так выглядит дверка. Здесь проверил нигде, никаких саморезов нету. Что мы видим? Вот место одно, здесь тоже, но ничего нету. Начинаем разбирать отсюда. Как мы видим, вот такой есть выступ здесь, сейчас чем-нибудь тоненькой отверточкой подденем, посмотрим что там внутри. Здесь вот такая специально обученная тоненькая отверточка, как раз она заходит сюда, чуть поддеваем. И здесь на поводочке заглушка пластиковая есть у нас, там у нас саморезик под крестовую отверточку. Идем дальше, вот она у нас накладочка, она выщелкивается просто руками. Поддевается вот в этом месте очень удобно, берем поддеваем и руками она выщелкивается. Еще раз повторяем. Вот здесь такой поролончик лежит и вот она наша накладочка. Вот таким образом на ней защелочки есть и все это выщелкивается. Еще раз повторюсь, вот так мы рукой берем и потихоньку выводим, выщелкиваем. Все достаточно легко и просто. Здесь мы видим еще один саморез. То же самое, как крестовую отверточку. Берем, выкручиваем его. Вот такой длинный саморезик. Здесь у нас и отщелкиваем вот эту обивку теперь. Здесь в этом месте вот так. Еще раз повторюсь, есть заход и берем, отщелкиваем люксачки. Дальше поддеваем вот здесь отверточкой. Вот так выходит кнопочка управления стеклоподъемником. И здесь мы видим вот такой же, как был здесь, еще один саморезик. Саморез выкрутили. Дальше вот. Нажимаем сюда, снимается электроразъем. Вот в этом месте. Вот в этой части двери рукой есть вот такой заход. Прям как раз рука заложит. И чуть-чуть берем и потихоньку взрываем клипсы. Вот одна клипсачка у нас уже вывалилась вот такая. Вот теперь все, мы освободили и панелька у нас заболтается. Чуть-чуть поддеваем вверх и будем снимать декоративную обшивку двери. Вот что мы видим внутри. Вон она, селитель у нас идет. Так, здесь у нас что? Приводы замка. Снимается все просто. Выводится один. Выводится второй. Ну, их тут не перепутаешь. Как и здесь. Вот. Нижний зеленый, верхний беленький. Ну, это лучше запоминать. Обшивочка нам теперь уже не нужна. Мы ее ложим сюда и смотрим, что дальше. А дальше у нас вот такой вот герметик есть. Клейкий. Вот, потихонечку, потихонечку все это будем отдирать. Я обычно это делаю, немножечко феном прогреваю, чтобы он стал более мягкий, чтобы легче отходил, чтобы не повреждать вот эту защиту. А потом, дабы при работе вот это ничего не пачкало, я наклеиваю обычный малярский скотч. Когда все, как говорится, готово, можно собирать, скотч убирается. И при работе вот этот клей, он такой пачкулистый, чтобы не пачкать рабочий стол, все раз повторюсь, закрываю его малярским скотчем. Есть еще один вариант, чтобы не прогревать. Вот так в этом месте, допустим, немножко оттягиваем и подрезаем. Так вот, легкими движениями можно его как бы отрезать. Ну, это кому как нравится, кому как удобнее. То есть, кто-то может быть по-другому делает, но я делаю либо так, либо так. Ну, плюночка аккуратно снята, пока я ее положил на крышу. Вот такой вид. Еще раз повторюсь, вот как аккуратно не работай. Вот этот клей, гельметик, мастика, кто как называет, она цепляется на руки и, естественно, все это пачкается. Вот. Вывод из этого, дабы она нам в дальнейшем не мешала, все это заклеивается малярским скотчем. Берем вот такой обычный малярский скотч шириной в данном случае 40 миллиметров и вот так получается. Все уже вам мешать, пачкаться не будет. Вот. Поехали дальше. Значит, что нас дальше интересует. Здесь у нас ограничитель открывания двери, электроразъем и вот здесь четыре болтика у нас на петлях. Слава Богу, сейчас все современно делают. Во-первых, они вот не крашеные в цвет. Это хорошо, дабы потом ерундой не заниматься, не подкрашивать их. И второй момент, что они самоцентрующие. То есть, сколько раз не снимай, не ставь дверь, дверь станет на то же самое место, как она и должна стоять. Это очень хорошо и приятно. В следующий момент, берем вот такую приспособу, головочка на 10 и откручиваем ограничитель открывания двери. Теперь, вот, жгут у нас идет между дверью и стойкой кузова электропроводка. Надо снять, надеюсь, тут папа мама есть, снять жгут электропроводки. Вот так это все выглядит. Аккуратно поддеваем пластиком, пластиковым таким съемничком. и что мы видим. Вот он, электроразъемчик. Снимается он просто. Вот он, один выступ сверху, вот он, один выступ снизу. Все легко и просто снимается. это хорошо остается. У нас четыре болтика. Вот они на петлях самоцентрующиеся. И, в принципе, можно дверь снять. Заниматься ремонтом. Электроразъем у нас очень нежный, поэтому берем вот эту резиночку, пропитываем все внутрь и пусть он здесь вот так внутри будет, дабы его не повредить, поскольку он очень нежный. Ну, все, поехали. Сейчас откручиваем вот эти четыре болтика на петле и снимаем дверь. Для того, чтобы открутить вот эти четыре болтика, нам понадобится головочка на 12. вот собственно и все по разборке и снятию двери. Ничего сложного, но опять же проще один раз посмотреть, как это делается и ничего не ломать, не курочить, а спокойно взять, разобрать, собрать дверку. На этом все. Надеюсь, что эти видео полезны, я их и дальше буду продолжать снимать. Все, всем пока-пока, до новых встреч. Продолжение следует...